Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Она рассказывает о Господе Создателе, о том, что мир появился не случайно, он возник не стихийно, о том, что есть Создатель всего, он автор мира и он податель всяческих благ. Когда книга открывает нам, как познать его, она помогает нам получить представление о его характере, дает представление о том, каков он. Если есть тот, кто образовал Землю и все сущие, включая меня, то в моих интересах узнать о его характере, что заставляет его улыбаться и что печаль. Это понятно. Спорить о существовании Творцам легче, когда ты считаешь Творцом себя. Но эта книга повествует, что было на самом деле. О Боге, Творце всего и возможности познать его. Книга поможет понять это. Она умудряет нас, открывая его характер. Итак, из сегодняшнего фрагмента мы узнаем варианты ответа Господу Богу. Глава 2, стих 2. «Находясь в желудке рыбы, Иона помолился Господу Богу». Какой умный парень. Он сказал, «В горе я Господу возвал». Ион ответил, «Я закричал, ты услышал мой крик из глубин мира мертвых». Читаем далее. «Господь повелел рыбе, и она изрыгнула Иону на суше». Да, это Святая Библия, и мы делаем предположение, и вот необычный ответ. «Находясь в желудке рыбы, Иона помолился Господу». «Это на благо». Я представляю целый список вариантов выбора, которые он прокрутил в уме. Он мог бы уговаривать Господа Бога. Великий Иона мог бы расстроиться или же обидеться на Создателя. «Почему я? Ведь я платил за прекрасный круиз». Я не дошел до фуршата. Они бросали жеребий, он пал на меня. Мне не нравится твое отношение. Я пророк. «Дорогие, Иона не отвечал так. Он молился из чрева рыбы». Стоит прочитать моление Ионы из рыбьи утробы. «Экономя время, я опустил молитву. Прочтем последний стих». «Бог повелел рыбе. Она изрыгнула Иону на суше». Важна ли молитва? Итак, у меня назрел вопрос к каждому из вас, что послужило причиной, по которой рыба выплюнула Иону на берег. Молитва. А если бы не молился, пророк помер бы в рыбьем чреве. Думаю, в те три дня у него была еда, вода и кислород, а после этого потребовалась эвакуация. Эвакуация. Молитва очень важна. Помните, Библия помогает узнать характер Господа. Есть один очень важный пункт. Не думайте о рыбе. Бог призвал Иону служить, тот отказался. И Господь Бог принял отказ в качестве ответа. Вам не нравится это? Вы не согласны? Считаете это неприемлемым? Я уважаю ваше мнение, но оно ничего не значит по сравнению с точкой зрения Творца. Цель этой истории — помочь нам понять природу того, кто сотворил мир. Мне не нравится, что я не могу дышать под водой. Но лучше подчиниться, чем утонуть. Я не восхищаюсь тем, что брокколи во много раз полезнее шоколадного печенья. Если вы согласитесь с правилами, то вы проживете дольше. Говоря о характере Бога, я предостерегаю вас. Господь вручил вам приглашение служить, и это не безликий спам. Когда Господь зовет нас слушаться и соблюдать Его принципы, это не только вежливое изъявление Его Бога, но и призыв обратить внимание на Его повеление. Иона отказался служить, и Бог ответил, ну да. Посмотри, получится ли у тебя убежать от меня. И вояж Ионы был прерван. Рыба проглотила Иону. Итак, пророк снова на берегу. Библия не говорит, где именно он оказался. Полагаю, что кит выплюнул его обратно на родину, и для Господа это не составило особого труда. Три дня во мраке, дискомфорт, тревога. И вот непослушный Иона снова оказался на берегу моря. Где он оказался? Рядом со стеной говань Яфы. Не было к Ионе слова, ступая в Ниневию. Я пойду. Итак, Иона пошел в Ниневию, но начал ходить по городу и возвещать. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Вот его послание. Пророк идет по укрепленному городу, где жили богачи и влиятельные люди. Это столица восходящей и быстро растущей мировой империи. Он возвещает Семуграду. Еще 40 дней и Ниневия будет разрушена. Я понимаю, почему он не хотел идти. Можно предположить, он не хотел идти по политическим и социальным причинам. Ниневия, столица восходящей Осирии. Если она будет развиваться, то она будет править Израилем, а если придет в упадок, то он процветет. Иона не хотел идти по политическим причинам. Но есть еще один повод. Такую весть возвещать сложно. Представьте, вы прибыли в город, и 40 дней проповедуете жителям, Господь осудит вас. Вы ничего не объясняете, не спорите и возвещаете в мегафон. Господь осудит вас. Это легкотня. Ну, допустим, я проповедую на Нижнем Бродвее. Допустим, вы идете по улице и кричите, еще 40 дней, и город будет разрушен Господом. Вы ничего не объясняете, не общаетесь с прохожими, но твердите одну мысль 40 дней к ряду. Я не буду это делать с меня, примут за умалишенного. А другие разозлятся. На меня могут даже наброситься. Лучше отдохну. Все будет по-старому, ибо граждане Ниневии не примут мое послание. Отказ и он и понятен. Это не Бог. Это поручение безумно. Я не буду этого делать. Лучше совершу воеж. Он идет в Ниневию. Хотя откроем третью главу. Ниневитяне. Поверили Богу и объявили пост. И все, от большого до малого, оделись в рубище. Когда эта весть дошла до государя, он встал со своего престола, снял свои царские одежды, надел рубище и сел в пепле. Рубище и пепел. Это символы. Смирение и покорность. Он велел объявить. Указ царя и его приближенных. Пусть не люди, не скот, не крупный и не мелкий. Не принимают пищу, не ходят на пастбище и не пьют воды. Он объявил пост для людей и для животных. Пусть людей и скот оденут в рубище, пусть каждый изо всех сил призывает Бога. Пусть они отвернутся от своих злых путей и пусть не творят жестоких дел. Кто знает, может быть, Бог жалится над нами, передумает, сменит пылающий гнев на милость, и мы не погибнем. Да, это есть в Библии, в нашем сегодняшнем конспекте. Да, это есть и в Писании. И это полная неожиданность. Меня изумляет. Меня поражает Божья милость. Невийские язычники были послушны Господу Богу евреев, а праведный иудей Иона не покорен. Они услышали весть и потом покаялись. Иона же получил импульс выше. Больше этого меня потрясла готовность жителей Неневии признать, что их жизнь исполнена порог. Признать это пред лицом самой могущественной личности. Что и говорится, дорогие. Это очень и очень необычный отклик. Бог противостоит людям, а они признают себя нечестивцами и грехотворцами, что сказал на этот царь, пусть каждый из всех сил призывает Бога и отвернется от своих злых путей и от своих жестоких дел. Необязательно включать воображение, чтобы понять, о чем идет речь, или размышлять о той эпохе, предшествующей появлению Иисуса на земле. Достаточно прочесть заголовки газет. В 12 главе Матфея Иисус учит людей Он в Иерусалиме. Иерусалим не такой, как Неневия. Итак, Иерусалим это град Великого Царя. А посреди стоит храм. Храм Иерусалима. Одно из самых великолепных строений в Римской империи. Здание виднелось на линии горизонта. Церковь, воздух столицы был наполнен запахом жертв, возносимых в Иерусалимском святилище. Димный храм можно было лицезреть из любой части Иерусалима и обонять запах жертв, оказавшись здесь. Ты знал. Ты в городе Бога Царя. Итак, в тот сезон и день Сын Господа был в городе. Иисус скоро умрет. Он пришел тайно. Людям известно, что Он целитель, творец чудес и мудрец. Бог виделся им опасным конкурентом, поэтому они замыслили казнить Его. Иисус Христос говорит с религиозными лидерами в городе Царя. Это не языческая столица Ниневия, где ходит неопрятного вида пророк, от которого пахнет рыбой. Что же говорит Иисус в Евангелии от Матфея? Возлюбленные братья и сестры, выслушайте внимательно. Жители Ниневии встанут в день суда и обвинят это поколение, потому что они покаялись от проповеди Ион. А сейчас с вами говорит тот, кто намного больше Ионы. Мы начали урок с мысли, что не все принимают приглашение Бога. Иисус открыто говорит духовным вождям в Иерусалиме о том, что язычники, ниневитяне, вняли Божьему воззванию расторопней, чем дети Господа в Иерусалиме. Не кичись наследием, говоря, что мы христианская нация. Нет смысла указывать на Конституцию, на Декларацию Независимости, на Биле правах и на наши праведные решения. Задаю вопрос нашему поколению. Итак, какими людьми мы станем? Мы передадим будущим поколениям что-то? Есть ли у современных христиан США смелость верить так, как веровали наши благочестивые предшественники? В 12-й главе Евангелия от Матфея есть очень важный фрагмент. Иисус Христос верил в историю об Ионе и Акития. Он использует эту историю в своем учении и не говорит, что сюжет о рыбе был метафорой или же аллегорическим представлением добра и зла. Иисус верит в существование Ионы, проглоченного большим китом. Также ясно и понятно то, что Иисус верит в важность Ветхого Завета. В американских церквях стало модно утверждать, ребята, Старый Завет второстепенен. Дескать, 10 заповедей были подчинены власти заповеди Иисуса любить друг друга. Расширка, Иисус не отменял закон. Он исполнил закон и пригласил нас увидеть полноту его выражения. 10 заповедей актуальны. А еще Иисус верил в Господа Бога Ветхого Завета, который царит до сих пор. Бог-судья Ветхого Завета выседает на престоле и в Новом Завете. Опять же стало модным говорить, после служения Малахии Бог принял антидепрессант и отдыхал. Но Иисус не верил в это. Иисус сказал, Бог, восхотевший свести суд на Неневию, намеревался осудить жителей Иерусалима в его дни. Это важно. Это серьезно. Бог судил в Ветхом Завете и остается судьей в Новом... Что же мы ответим Ему? Предлагаю вам существенную составляющую успеха. Это смелая вера. Вспомните определение смелости. Смелость — это когда преодолеваешь страх. Ты отбросил страх и продолжаешь идти. То есть верующий в Господа Иисуса Христа упорно идет вперед, несмотря на боль, тьму, неудобства и даже горе. Итак, смелость — это не отсутствие страха. Это когда ты не позволяешь страху парализовать и подавить себя, и побеждаешь робость. Не думаю, что мы успели увидеть много примеров, когда верующий человек и верил, и был смелым. А в нашем понимании вера связана с удобствами. Я не против удобства, но я не руководствуюсь комфортом. Ведь нам дано поручение, которое не исполните, если удобство и комфорт стали нашим Богом. Мой Бог — Творец всего. Я последую за Ним. Идите за Ним. Процитирую. Трус — это тот, кому не хватает смелости. Но это не полное значение. Вот обнадеживающая весть. Трусость — это непостоянство. Важно знать это, ведь все мы, если говорить о вере в прошлом, почти освели себя как трусы. Были случаи мгновения, когда мы молчали, мы не встали и не расставили все по местам. Мы были сторонниками нечестия, зла и лукавства. Мы не выступали за Иисуса, когда Его охаивали и не защищали церковь. Мы струсили. Трус — это тот, кто непостоянен. Но если не хватало смелости, есть шанс измениться. Спросите и Он. Он был в Ниневе. Он исполнил поручение. А мы исполним наше служение. Я полагаю, настал часть принять приглашение Господа Бога. Но давайте обратимся к иному пророку. У него тоже есть своя история. Это Иеремия. В книге Иеремии не 4 главы, а целых 52. У него было одно из труднейших заданий Библии. Ранее я говорил о сезонах. И бывали времена и века, когда Иерусалим был необоримым. Ибо Господь сказал, «Кто бы ни выступил против Града, я его защита». И неважно, сколь мощная и сильная армия, что выступит против Града. И неважно, кого она победила, я защищусь ее столицом, и враги не войдут в нее. Бог оберегал Иерусалим несколько столетий. Однако в один печальный день все изменилось. В одни Иеремии справедливый Господь сказал, «Вызвести народу. Вавилон идет на тебя». Они были беззащитны. Стены не помогут. Лучники не споспешистуют. Планы генералов не избавят их. Скажи народу, Господь Бог не защитит вас. «Как же это страшно». У жителей Иерусалима начались черные дни, ведь они привыкли к благоденствию. Иеремия был пророком от Бога, и было несколько десятков лжепророков. Они говорили, «Ничего не изменится. Все будет в порядке». В летописях сказано, что Бог избавлял нас, и Господь избавит нас ныне. Это слово для вас. Поэтому сейчас у нас у церкви Иисуса Христа настал уникальный сезон. Есть летопись о вмешательстве Бога. Он спасал нас бесчисленное множество раз. Церковь. Хватит грешить и рассчитывать, что Бог будет защищать тебя. Послушайте, что Бог сказал Иеремии. Это 12 глава. «Если ты бежал с пешими, и они тебя утомили, как тебе состязаться с конями? Если чувствуешь уверенно лишь на поле, что будет у реки...» Это один из моих любимых стихов, ведь я любил ездить на лошадях. Итак, Господь Бог сказал этому пророку Иеремии. «Если ты рос рядом с пехотинцами, и они утомили тебя, то каким образом ты побежишь за конницей? Все ясно? Бог зовет на вина, то есть Иеремию. На вин молодец, конечно. В этом случае он зовет его бежать с лошадьми. Он ответил, «Ой, не знаю, не знаю». Бог сказал, «Если ты спотыкаешься, ходя по парку, то как ты и Иеремия? Побежишь по лесу? Дайте Богу ответ на новое приглашение». Однажды Иеремия посчитал себя неподходящим и плохо подборчивым. Готовившимся к служению. Он хотел, чтобы Бог изменил маршрут, а не его. Это говорит о моих предпочтениях. Господи, я бы изменил обстоятельства, а не себя, чтобы победить посреди них. Понимаете? Если лошадь-тяжеловоз не участвует в ломовом извозе, а тянет экипаж с маленькими детьми, она не исполняет свое предназначение. Смотрите, мы обсуждаем истинную, церковь, а говоря о церкви. Наш Господь Иисус Христос упомянул о следовании по узкому пути и о входе в тесные врата. «Если вы часть церкви моей, то возьмите крест свой и следуйте за мною». Он сказал, «Если вы часть церкви моей, то отрекайтесь от нечестия и умерщего лица склонность преследовать свои интересы и эгоизм во всех своих обстоятельствах». И заметьте, дорогие мои, это не варианты выбора, а определяющие характеристики его святой церкви. Именно в этом Бог наставлял Иеремию, который задал тот же самый вопрос. Иеремия жаловался Господу, и вот какой ответ он получил. Жалобы записаны в первом стихе 12 главы. «Иеремия сетует, говоря Творцу, «Господи, Ты праведен, когда бы я ни обратился к Тебе с тяркой». Но, Боже, позволь потолковать о правосудии с Тобою». Слышите, пророк говорит, «Давай мы с Тобой поговорим». Господи, Ты же несправедлив. Бог воспринял слова Иеремии спокойно. Почему путь нечестивых успешен? Господи мой Боже, почему процветают вероломные? Он спросил, почему путь нечестивых успешен? Создатель, почему процветают вероломные, те, кто обманывают людей? И Бог ответил, «Если ты бежал с пешими, и они тебя утомили, как тебе состязаться с конями? Если спотыкаешься в парке, то как побежишь в лесу? Признаю, что у тебя неверные цели. Не зацикливайся на благополучии». Получие нечестивых. Я разберусь с этим. На суд предстанут все. Иисус сказал лидерам Иерусалима, «Вы предстанете пред Богом судьей». Просто признаю, что у тебя неверная цель. Не зацикливайся на благополучии грешных. Вот что я вижу в себе и слышу от вас. Мы завидуем благу грешных, и при этом сами хотим стать, как они. Но молчим, зная, что нам будет за это. Мы взираем на их благополучие, и очень хотим стать, как они, возлюбленные. Говорю вам откровенно, мы не обсуждаем это в открытое. «Стоя на подмостках, за кафедрой, но думаем об этом. Это не сойдет с рук ни мне, ни тебе. Давай отдадим себя Богу, и будем смело служить Ему. Невеста Христова, говорю тебе, мы безмолвствовали очень долго. Пришла пора каяться в грехах, а не утаивать их. Возвысь голос и живи для Иисуса Христа». Благодарю вас за то, что смотрите нас каждую неделю. Спасибо, что вы уделяете внимание нам и молитесь. Единство во Христе приносит перемены. Кажется, что мы живем в двух реальностях одновременно. И с одной стороны, такая жизнь видится нам слишком сложной, с другой стороны, я верю в благость Господа. Противостояние духа и плоти является одной из реалий судьбы. Если у вас каменистый житейский путь, вам нелегко, вы испытываете передряги, потерпели поражение, то это не означает, что вы неудачник. Хорошие люди тоже терпят неудачи и проходят испытания. Не ободритесь. Дух Божий поможет вам победить все это. Не так давно начался Новый Год, и нас ожидают чудесные благословения. Не сдавайтесь. Я помолюсь за вас. И Бог даст вам сил, мудрости и сделает вас смелым, и вы станете победителем в этом сезоне. Отец, спасибо за твой народ. Спасибо за любовь и заботу. Тот, кто в нас, больше того, кто сражается против нас. Дай нам силу, смелость и отвагу, чтобы встретить этот сезон. Помоги жить жизнью победителя каждый день. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Дорогие партнеры, служение Алленом Джексоном напечатало чтение на каждый день под заглавием «Смелая вера». Мы живем во время, когда нужно выходить на новый уровень веры. Чтобы признать Иисуса Христа и продолжать следовать за Ним, требуется смелость, и наша книга поможет в этом. В пособии есть библейский отрывок на каждый день, молитва, которая поможет приблизиться к Богу, и комментарии. Если совместить изучение ежедневника с чтением Библии, то это будет еще одним преимуществом. Это укрепит и благословит вас. Мы приготовили его для вас, не забудьте воспользоваться этой возможностью. Узнайте, как встретить обстоятельства с верой и отвагой. Изучайте новое ежедневное чтение «Смелая вера». Это идеальное пособие, сопутствующее ежедневному чтению Библии. Каждый день вы будете укрепляться стихами из Библии, вдохновляющие уроки, интересные вопросы и молитвы. Все это будет созидать вас в вере в Господа Христа. «Смелая вера» — это пособие по Библии. Мы отправим его, если вы пожертвуете нам. Чтобы получить ваш экземпляр, звоните по номеру, который вы видите на экране, или же посетите наш сайт. Спасибо за поддержку служения Алана Джексона. Вместе мы преображаем мир. Дорогие партнеры, служение Алана Джексона напечатало чтение на каждый день под заглавием «Смелая вера». Мы живем во время, когда нужно выходить на новый уровень веры. Чтобы признать Иисуса Христа и продолжать следовать за Ним, требуется смелость, и наша книга поможет в этом. В пособии есть библейский отрывок на каждый день, молитва, которая поможет приблизиться к Богу, и комментарии. Если совместить изучение ежедневника с чтением Библии, то это будет еще одним преимуществом. Это укрепит и благословит вас. Мы приготовили его для вас. Не забудьте воспользоваться этой возможностью. Узнайте, как встретить обстоятельства с верой и отвагой. Изучайте новое ежедневное чтение «Смелая вера». Это идеальное пособие, сопутствующее ежедневному чтению Библии. Каждый день вы будете укрепляться стихами из Библии, вдохновляющие уроки, интересные вопросы и молитвы. Все это будет созидать вас в вере в Господа Христа. «Смелая вера» — это пособие по Библии. Мы отправим его, если вы пожертвуете нам. Чтобы получить ваш экземпляр, звоните по номеру, который вы видите на экране, или же посетите наш сайт. Спасибо за поддержку служения Алана Джексона. Вместе мы преображаем мир. Субтитры создавал DimaTorzok